Привет, ребята! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Это у нас игра Катапульта, и мы сегодня вместе с вами поиграем за Катапульту. То есть наш Стикмен против других Стикменов с Катапультами. Если вы видели ролики по этой игре на моем канале, то обязательно вы пишите внизу комментарий «Я видел». Я буду знать, кто смотрит все ролики. Если вы не видели, то хочу сказать, игра довольно интересная. На Android мы выступаем в роли Катапульта и должны сражаться против других, можно сказать, игроков, а можно сказать, против ботов. Потому что здесь есть два режима. Первый, это мы играем против ботов, и чем дальше идет волна, тем она сложнее. Также мы можем играть против друга. Ну, понятно, что я сейчас играю на ПК через эмулятор, потому буду против ботов. Также есть магазин, в котором добавили недавно новые Катапульты. Мы их приобретем и обязательно поиграем сегодня в ролики. Также хочу сказать вам, ребята, огромное спасибо за то, что вы ставите лайки. И я вам скажу, не жлобитесь тысячу лайков, и вы у меня молодцы. А почему я выпрашиваю сейчас вас лайк? Потому что у меня есть 7 тысяч золота здесь в игре, ребята. А золото не так уж легко здесь и зарабатывается, я вам скажу. Но все же я нафармил, потому мы обязательно возьмем катапульту, которая стреляет двумя камнями. Это вот новое. Сегодня вышло обновление. Как она стреляет, без понятия. Будем вместе разбираться. Также у нас есть различные шлемы. Но почему-то, если раньше мне прилетало в голову, то сейчас мне прилетает в катапульту и она разваливается. Здесь у нас в игре есть различные снаряды, да, различные боезапасы, которыми мы можем выстреливать и таким образом наносить урон вражеским катапультам. Я их не покупал, потому что они не то что дорогие, но я сейчас просто фармил на другое и это все не применял. Я думаю, это мы испытаем уже в следующей серии. Вот что мы сегодня купим. Это катапульту топовую. И также у нас есть щиты, которые добавились. Топовые мы не возьмем, потому что он стоит 6 тысяч монет. А вот какой-то днищенский возьмем и попробуем, как он вообще работает. То есть, и я думаю, что это будет довольно интересно. Сейчас у нас катапульта четвертого левела, то есть она самая простенькая, самая стоковая, но она до четвертого прокачана, видите, с какой-то металлической такой штукой. Тут же у нас будет деревянная обычная, то есть, возможно, она будет быстро и ломаться. Ее тоже придется, возможно, улучшить. Ну да ладно, чтобы сравнить эту катапульту и новую, нужно сначала поиграть немножко на вот этой, а потом купим новую. Надеюсь, что у нас это все получится. Так, выходим сюда, нажимаем play. Да, как говорится, рекламу никто не отменял. Я уже тут... А, ну как это? Что, с первого раза меня вырубили? Это не серьезно, ну блин. Поехали. Я тут немножко кнопочки забиндил, конечно, но и все равно не совсем хорошо, потому что здесь враги появляются в разных частях карты, и, если честно, все не предугадать. Да ты что, серьезно? Меня вообще игра поставляет. На ролике с первого раза рубит. Да я до тридцатки доходил. Ну ты что меня позоришь, игруленька? Не надо. Так, все, давай. Я разозлился. Я... Я просто злой. Да, прыгай вниз, стикмен, боегуз. Боегузище. Давай, я буду чуть-чуть мышкой и кнопками. Хочу сказать, что на телефоне, блин, реально это намного удобнее делать. Давай, вот этот, по-моему, вот эта кнопка у меня отвечает, оно. Третий уровень, ну-ка. Вы помните, меня уже убивали. Прошлый раз, даже на первом, на втором. Тут также вроде бы как добавилось, что можно, если ты слился на каком-то уровне, за золото, как бы, континум, да, то есть продлить это все. Но я не продлевал, потому что я здесь чисто фармил монеты. Фармятся монеты, вот видите, по одной монетке. И 30 можно нафармить, если ты убил птичку, которая здесь летела. То есть ворона здесь летит, ее убиваешь. Также с помощью рекламы здесь можно до второго уровня прокачаться. Ой, умножить на два доход, который здесь есть в игре на данный момент. А, да ну что ж такое, елки, ты вообще не серьезно. Давай. Ты что? Давай хотя бы до двадцатки дойдем, потом возьмем. Это, это что такое? Как всегда, вот знаете, как на ролик, так и через попу все происходит. Все, я соредоточился, хватит болтать. Я, а ну прячьтесь, прячьтесь в житое по вам стреляю. Тут главное, чтобы враг ни разу не выстрелил, потому что по башке булы. Ну мне это, кажется, было больно, ребята. Он такой, оооо. Он так и сказал. Ооо. Попал. Попал, попал. Видите, как один камешек стреляет. Я даже не представляю, как будет бить-то двойная катапульта. То есть, мне кажется, она вообще будет жесткой. То есть, она должна вообще рубить все очень серьезно. И потом мы возьмем еще кнопочку, да, щит такой. Там есть интересный щит, который, я так понял, возвращает. То есть, если по мне стрельнули, он обратно возвращает камешек. Но он стоит 6000 монет. Мы лучше, конечно же, попробуем сейчас новую катапульту и обычный щит. Чем? Ой-ой-ой, камешек отбить. Та, елки, ну что же-то, 12-й. Да не буду ничего смотреть. Хочешь, не хочешь, реклама все равно высветилась. Только маленькая. Не 30 секунд, а маленькая. Но я ничего против рекламы не имею. Реклама двигатель прогресс. Если учитывать, что сейчас сезон. Последний месяц сезона. То реклама будет просто везде. Во всех играх. Везде будет куча рекламы. И от нее не избавиться. Потому что... На самом деле, иногда с помощью рекламы узнаешь какие-то интересные моменты. Либо про новую игру, либо про фильмы. Вот я узнаю с помощью рекламы, бывает. Давай! Так, 6. Давай хотя бы до 20-ки дойдем. И тогда возьмем катапульту новую. Надо постоянно стрелять. Да, вот так вот уничтожать постоянно. То есть тут... Получается, что... Здесь еще есть перезарядка. И это все надо учесть. Что сломалось? Прыгай отсюда. Катись отсюда! Давай вот этот камешек. Тут на самом деле... Нельзя все забиндить на кнопочки. Потому что, ну реально, непредсказуемо появляются эти все противники. Вот ворона! Ой, да ну блин! У меня прокачанная! Короче, все, хватит болтать. Сейчас выходим. И ее, значит, покупаем. Ну что ж, выходим в магазин. Покупаем крутую! Э! А что ты не покупаешься? А что она не покупается? Вот это облом. А что? Что не так? Подожди. А что ты не берешься? У меня же 6000 монет. Ну? А ее надо... Подожди, ее можно купить, если улучшить до какого-то уровня? А ну давай улучшим. Подожди. Аааа, это... Так я хочу купить. Давай еще улучшим. Сколько здесь уровней-то вообще? Я сейчас все деньги потрачу. Эх, я все потратил! Смотрите! Офигеть! Но она-то у меня крутая. Может, она не будет ломаться с первого раза, ну... Вот это обломов! Ха-ха! Вот это обломчик! Вот это новость! Как же ж так? Может, 10 уровень надо, чтобы ее купить, да? А, чтобы она разблокировалась. Она еще под замком. Ядрить-колотить, а? Ну что ж, ребята, у нас тут 5000 монет. Я, если честно, немножко шокирован. И вам признаю, что я не ожидал такого результата. Я думал, мы с вами купим катапульту двойную. Дубл катапульта, да? То есть, возьмем там броньку и будем играть. Как мы видим, у нас все очень жестко. Давайте мы качнем последний раз. 10 уровень. Да! Не открывается у нас, дрибушает! Я просто в шоке! Ладно, пусть у нас будет такая крутая катапульта. Значит, что мы сейчас сделаем? Также, мне кажется, стоит взять какую-то интересную такую штучку. Прокачку, которая будет... Ага. Защищать нас. А что такое взять? У нас 3000 монет. Тво, а вот, давайте, смотрите, двойная. За 3000 мы берем. Все, мы тут купили. У нас ее больше нету. Прокач... Я в шоке! Я просто в шоке. Сколько же здесь уровней? Если вы здесь играли, дорогие друзья, обязательно напишите. Вот что я уже сколько золота влил в эту прокачку. И у меня до сих пор катапульта вот такая вот обычная. Ну да. Никто не говорил, что будет легко. Ну хотя бы знать бы, к чему готовиться. Тут качаешь, качаешь, не знаешь к чему. Ладно. Поехали, сейчас испытаем нашу железную суперскую катапульту. Ну что ж, ребята, я готов. Вот как выглядит наша суперметаллическая катапульта. Как у него? У него, мне кажется, даже зарядка чуть-чуть быстрее, да? Да, зарядка стала быстрее. У нас какой-то вот купол, который нас защищает. Видите? Можно я вот забинил нашив, чтобы он чуть быстрее крутился? Ну реально, блин, круто, я вам скажу. Ну, посмотрим, как у нас разваливается такая катапульта. Мне даже интересно. Конечно же, мы сейчас будем проходить уровни, да? Чем дальше, тем лучше. Но в то же время хочется попробовать, чтобы по нам стреляли. И посмотреть, как вообще эта металлическая катапульта вообще держит урон. И мне возникает вопрос, как же тогда стрелять дрибушет? И, то есть, сколько здесь уровней? Мы прокачали 10, может тут 20 уровней, может 100 уровней. Сколько нужно прокачаться, чтобы получить дрибушет? Без понятия. Если бы хотя бы какое-то древо было понятное, да? Где мы, игроки, могли бы понять, там, надо там 20 уровней прокачать, столько-то, столько-то монет, чтобы получить нужный результат. Так. Давай мы... Ага, камни отбил. Давай еще. Чуть-чуть даже что-то... А что ты подлагиваешь играть? Что ты подлагиваешь? Наверное, потому что у меня сейчас новый ролик грузится, или что? Что тебе? Компьютер, ты что выделаешься? Компьютер хочет в глаз получить, ребят. Давай. Еще. Попал. Падай, Сикман. Беги отсюда. Я по нему попал. Его задело осколком камешек. Его острый камешек просто, ребята. Его накрыл. Ну, в принципе, неплохая защита, но она, видите, она как бы не круговая. То есть она как-то крутится. Ну, в принципе, она-то стоит 3000 монет. По-моему, за 3000 мы золотых монет купили. Давай мы чуть-чуть туда подальше выстрелим. О, уже 26-й. Да, прокачка рулит. О, ворона. Я ворона, я ворона. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Есть такая песня, дорогие друзья. Вот мы только что убили ворону, которая монеты несла. Знаете, как там есть сказка про ворону и сыр. Да, здесь у нас вороной монеты. Дал вороне под хвост камнем, значит... Значит, ребята, все хорошо. Давай, получай. Видите, то есть у нас 50% что по нам попадут. О, камни отпадают. Ну, прикольно, слушай. Так мы уже какого уровня? Давай. Ого! Камешки. Ха-ха-ха! И нижних накрыло. Ты посмотри, как мы круто сейчас играем. Вообще просто бомбезно. Ой, камень летит! О, прям чувака нашего снял, вы видели? Прям к нам залетело. Ладно, давайте еще раз попробуем. Конечно же, я посмотрю рекламу, чтобы это все умножить на два. Ну, поехали, называется, да? Главное, чтобы по мне сейчас камешек-то не попал. Эээ, ты чё? Прям осколок залетел под флаг на первом уровне. Ты чё такой дерзкий? Ну так... А, то есть получается, что в прошлый раз нас чувак чисто в человечка попал. И он убрал. То есть в катапульту не попали. Хотелось бы, да, посмотреть, насколько она прочная. Она все-таки металлическая. То есть она, мне кажется, должна пару ударов камня выдерживать. Потому что, когда я играл и фармил золото, то... Никогда еще был не прокачан, дорогие друзья. То один, допустим, ударом, вот эта штучка отваливалась, то катапульта еще работала. А со второго раза потом уже, скажем так, умирала. Если сюда попадали, то понятно, что она ломалась. Если человечка накроет, то тоже уже как бы игра завершится. И даже шапка не спасет. Я не знаю, чего кожаная шапка. От дождя, что ли? Может, чтобы в голову солнце не пекло? А вряд ли от булыжника спасет этот шлем кожаный. Согласитесь, это реально смешно. Давай. Взяли. Еще. Так, это чуть-чуть сюда. Стреляем. Кнопочки чуть забинденные. Давай, попали? Есть, отлично. Надо главное не забывать. У меня какая-то кнопка неправильно запрограммилась, чтобы это включать. Shift, по-моему, вот так вот включается. Оно как-то быстро все работает. Надо было на пробел все-таки поставить. У меня на пробеле вот этот вот выстрел. Видите, на пробеле стоит? Это дальний выстрел. О, камешек! Не, ну вот эта штука спасла чуть-чуть. Спасает реально, прокачка здесь. Можно дальше проходить. Видите, раньше даже до 20-го. Ну, как, доходило то до 30-го, до 40-го. Но там было довольно сложно. Здесь все-таки есть какой-то шанс, что по тебе не попадут. Воп! Видели, камень отбил. А так бы у жопи накрыло, согласитесь. Ворона! А ну отдай! Так. Там, по-моему, у нас чувак сидит. Надо его как-то накрыть. А что? А у него тоже металлическое. Вы поняли? То есть, у него катапульта довольно мощная. Эээ! Эээ, ты чё такой дерзкий? На, камешек, лови! Ага! Ой-ёй-ёй! Так, давай мы... А, он своего накрыл, что ли? Я отбил камень. Да ты сверху стоишь, постреливаешь по нам. Но мы видим, что уже дальше намного доходится. Я даже не представляю. Хочется дребушать. С одной стороны взять. С другой стороны, какой смысл? Если я даже не знаю, когда он будет. Может, он будет через 50 уровней или через 20. В принципе, у нас катапульта довольно уже такая железная. То есть, мне кажется, еще тут уровней 20 или 15. И уже все будет. Вау! О! Человек! Живи! Камнем, видели? Прикрыло его. Я в шоке. Я не знаю, чего спасает эта шапка кожаная. Ну да ладно, дорогие друзья. Друзья, в принципе, мы посмотрели на новую катапульту. Мы посмотрели, как работает вот эта штука. Я думаю, что в следующем ролике мы уже купим что-то новое, что-то мощное и поиграем. Если вам понравился ролик, то обязательно ставьте лайк, если вы еще не поставили. Также оставайтесь на канале и смотрите другие видео. С вами был Воблер. Удачи и пока!